Маленькая мисс и юный мистер 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 А в апреле 2013 в Петрозаводске на благотворительном концерте выступила звезда мировой оперы Вероника Джоева. Симфоническим оркестром Карельской филармонии дирижировал ее супруг Алим Шахмамецев. В этом концерте принимал участие солист Мариинского театра Владимир Целебровский, который уже выступал в поддержку Кончезерского храма. Кончезерского храма Собранные на этих благотворительных концертах средства Пошли на новый этап возрождения храма. Специалисты фирмы Марка-Н приступили к внутренним отделочным работам. 200 миллиметров утеплителя, пароизоляция, металлокаркас, гипсокартон. В угловых частях потолка пройдут воздуховоды, обеспечивающие вентиляцию внутри храма. И мы должны, согласно договору подряду, установить в центре конструкцию для крепления паникодила. Единственное, что связано с работой на высоте, требует определенного мастерства. Познакомиться с ходом восстановительных работ приехали в Кончезера настоятели Петрозаводских соборов. Впечатления очень хорошие. Видно, работы идут очень успешно и очень много сделано. И я как благочинный благодарю тех благотворителей, которые жертвуют свои деньги и жертвуют не зря. Восстанавливает фонд на эти деньги. Такой замечательный храм, который будет востребован для жителей этого поселка и для многих наших граждан Карелии проживающих. Очень много сделано. Я сейчас только это увидел. Владыка – это особый его объект внимания и забот, поскольку храм в Кончезере, как особенно сейчас, стал нужен в связи с изменившимися обстоятельствами. И поэтому Владыка послал нас с отцом Иоанном посмотреть реально, что происходит, в каком объеме ведутся работы и что уже удалось сделать. И вот сейчас по приезду мы сейчас же сразу поедем, будем докладывать. Не ожидал, конечно, увидеть на таком уровне здесь работы. И по тому, сколько уже сделано, и по тому, в каком качестве это происходит и делается. Сейчас очень сложно людей поднять. В 90-е, когда очень много жертвователей было и по стране, и в Карелии. Сейчас времена несколько изменились. Внимание людей к церкви сейчас отличено. У кого личными заботами, у кого политикой любопытство удовлетворилось. А теперь остаются только люди, которые действительно глубоко верующие. Бог им нужен не для решения личных благ, а как то, кому они хотят служить. И вот таких людей мало, но от них, как мы видим, пользы оказывается еще больше. Потому что нужен особый внутренний огонь у человека, чтобы заставить сейчас других жертвовать, собой зажигать сердце другого, чтобы он согласился помочь. И реально потом сам смотрел, как использовались его деньги, и увидев, что они используются, вновь жертвовать. Поэтому такие люди сейчас редки, и очень хорошо, что у нас есть такой человек. Фонд попечителей за эти годы смог познакомиться с опытом возрождения других российских храмов. В 2008 году, когда Кончезирский храм был вот в таком виде, многие уже и забыли это время, период запустения и аварийного состояния храма. Об этом напоминают сейчас лишь кадры пятилетней давности. Так вот, мы в 2008 году побывали в Пензе. По приглашению руководителя фонда, подобного нашему фонду возрождения, Андрея Назарова, несколько членов фонда и предпринимателей были приглашены на Пасху. В Пензе, в селе Большая Валяевка, всем миром восстанавливается храм во имя иконы Божьей Матери, живоносного источника. А рядом, вот в этой небольшой церкви, иконы Казанской Божьей Матери, и проходила пасхальная служба. Здесь мы познакомились с двумя священниками. Отец и сын после службы в свое свободное время одевают рабочую одежду и трудятся на реконструкции храма. Вспоминается один момент, один из великих епископов, сказал, как в наши времена настали, когда священнослужители стали уже и водителями, и строителями, и служителями, и все в одном лице. Из-за этого получается так. Они восстановили этот храм. Там уже идут службы. Кстати, отец Виталий побывал в Петрозаводске, в Кончезерском храме, и вместе с нами молился в этом старинном храме. В народном сознании православный священник всегда ассоциировал с милосердием, терпением, мудростью. Как радостно, что мы встречаем на пути именно таких священников. К тому же это очень образованные люди. И вот в храме, который строится, состоялся очередной благодарственный молебен в честь 147-летия со дня освящения Кончезерского храма. Молебен совершил протеерей Иоанн Тереняк, благочинный Кондопорского района, настоятель Александра Невского кафедрального собора. А молебен проходил в будний день, и все-таки некоторые благотворители приехали в Кончезера. Ведь, как известно, храм возводится только на средства благотворителей. Живем в Карелии. Мы в этом краю родились, и я хочу, чтобы мы в этом краю и остались навеки. И вот для тех, кто идет за нами, вот этот храм послужит примером того, что надо делать в наше время. А на самом деле надо просто обратиться к нашим истокам, потому что именно в них вся суть и весь смысл русского бытия. Селяне тоже готовились к этому благодарственному молебну. Мы собирались на субботник, очень много людей пришло, были дети, молодежь была, с радостью все поработали. Нет человека, который бы не отметил основательность и качество реставрационных работ, организованных и последовательно реализуемых фондом опечителей. Мы очень ждем вообще восстановления этого храма, потому что, во-первых, моя большая мечта – это крестить малыша здесь. И мы, конечно, хотели бы с Никитой повенчаться здесь тоже. Да меняется все в лучшую сторону. Во-первых, люди сегодня укрепляют свою веру, раз. А во-вторых, это же добрые дела. Все, что здесь делается вокруг храма, это для того, чтобы люди все больше укрепляли свою веру в душе. А больше, наверное, ничего не надо. Все остальное мы построим. Очень приятно, что на сегодня в храме проводятся не только реставрационные работы, но в храме настоящая церковная жизнь начинается. То есть проводятся молебны, будут служиться акафисты. И примечательно, что именно в этот день, 2 сентября 1866 года, храм освящался настоятелем Петрозаводской Александра Невской горнозаводской церкви. И особенно радостно, что именно настоятель Александра Невского собора, теперь это уже собор, служил здесь благодарственным молебеном. И поминал каждого благотворителя, попечителя, благоукрасителя, молился за строителей. Для нас это очень важно, потому что для нас, для фонда попечителей храма, самым важным, наверное, является то, чтобы и настоятель был человеком духовным, молящимся. Все остальное мы сможем с Божьей помощью осилить, а вот именно духовная жизнь, она в храме должна быть. И для этого храм восстанавливается. Здесь не будет никакого музея. Этот храм круглогодичный, хотя сейчас появились точки зрения, что он уже летний. Это неправда. Храм должен работать круглый год. И в следующем году в Кончезера приходит природный газ. Это топливо экономичное, которое сможет обогреть этот большой храм. И в нем будет тепло и зимой, в нем будет хорошо летом, и весной, и осенью, естественно. Так, я являюсь мастером участка на поселке Кончезера. Мы прокладываем газопровод для этого села. И, естественно, протягиваем к церкви газ. В основном у нас работают и ваши ребята, карельские. Карельские ребята, да. Машкоев, Петр. В данный момент работают на эскаваторе. И у нас еще работают Бутусов Денис, Иванов Николай. Вот как раз тоже они все снова юги. Засыпываем тоже песком, засыпываем, прокладываем сигнальную ленту, сигнальный кабель. И с утрамбовкой все закидываем землей сверху. Это вот прямо к храму подведете? Да. А здесь уже будут работать? А другие уже будут пропускать трубы и устанавливать газ. Мы все с нетерпением ждем того момента, когда появятся в храме уже полы, когда будут оштукатурены стены. И на сегодняшний день в работе находится уже иконостас, который сделан, исходя из тех архивных материалов, которые мы нашли, по описаниям, подробным, тщательным. Мы знаем, какие образа были в храме, какой они были формы. И без всяческого искажения у нас сделан иконостас. Митрополиту корейскому, петрозаводскому, Мануеву, он очень понравился, и Владыка благословил его изготовление. Сегодня идет детальная проработка образов. Он будет делаться из натурального дерева, из липы, с большим количеством позолоты. Я думаю, он будет радовать глаз и душу каждого человека, который в храм приходит. Владыка, когда увидел проект иконостас, сказал, ну вот уже это почти что окончательный этап, что скоро уже можно говорить о том, что когда же будем освящать. Потому что иконостас, он как бы финальная часть, которая заканчивает все работы, и уже начинается освящение храма, и его жизнь уже богослужебная, так сказать. Встреча была очень важной, потому что мы приступаем к следующему этапу работ по реставрации Троицкого храма в Кончизиро. И были очень принципиальные вопросы, которые нужно было с ладыкой обсудить и согласовать с ним. И еще один этап, о котором мы никогда не рассказывали в передачах, но который имеет непосредственное отношение к возрождению Кончизирского храма. Подготовка и проведение фондом попечителей благотворительных концертов. На это уходит не недели и даже не месяцы. Подготовка к концерту Вероники Джиоевой шла почти два года. Сейчас очередной благотворительный концерт, программа которого уже согласована. Руководитель фонда Олег Иванов и Андрей Савин, один из талантливейших специалистов НИКИ, он оператор, фотограф, дизайнер, готовят к печати программу, в которой все о концерте, исполнителях и, конечно, рассказ об очередном этапе возрождения Кончизирского храма. В настоящее время у нас полностью установлен потолок внутри храма. Он снабжен пароизоляцией, теплоизоляцией, уложено вентиляционное оборудование. Это первая такая большая работа была сделана, достаточно затратная. Вторая часть этого этапа заключается в том, что строители марки «Н» сейчас бетонируют ниши оконных проемов, то есть готовят стены, которые соприкасаются с окнами к штукатурным работам. Это тоже очень затратная, серьезная работа, которая требует тщательной, такой очень детальной работы, потому что это нужно делать кружало, поскольку окна у нас большие, они имеют полукруги наверху, поэтому здесь нужна и опалубка, нужно мешать бетон. В общем, такая сложная работа, кропотливая, так скажу. И на одно окно уходит пять рабочих дней. Целых пять дней рабочих, только на одно окно. А окон у нас 19. Вот и считайте, какая это работа. Мы надеемся ее завершить к благотворительному концерту. А в этот раз мы пригласили с уверенностью, могу сказать, великолепных исполнителей. Это новое поколение звезд Академического Большого Театра России. Люди, которые, несмотря на свой возраст, им всего-то 30 лет, да, в Венере 29 лет, Станиславу 31 год, но они уже поют на лучших сценах мира. Их приглашают разные театры. Они поют очень сложную музыку, но поют они ее искренне, легко. И мне посчастливилось побывать и в концертном зале Чайковского, где Станислав Мостовой выступал с Оркестром Русских Народных Инструментов. И программа была посвящена памяти великого певца Лемешева. Я не могу вам передать свои чувства. Это действительно завораживает. Это вдохновляет тебя на многие мысли, чувства и думы. И Венеру я слушал в конце сентября этого года в опере Самнамбула Беллини. Ну, что сказать. Десять раз, наверное, вызывали ее на поклоны, потому что эта хрупкая молодая женщина, она несет в себе такой заряд и импульс позитива, профессионализма. Она поет легко, необыкновенно высоко. И хочу отметить, что в нашей серии вечеров у нас впервые выступает лирико-колоратурная сопрано. Это певица, которая ведет самые высокие ноты, которые только могут быть. И впервые выступает тенор. В принципе, у нас не было этого голоса как такового. Станислав православный человек, и поэтому, когда у него есть свободное время, он с радостью принимает участие в концертах праздничного хора Валаамского мужского монастыря. И в серии наших вечеров он сольно несколько номеров в составе Валаамского хора пел. 19 ноября для всех наших уважаемых попечителей храма будут выступать великолепные исполнители, солисты Большого театра, сопрано Венера Гемодиева и Станислав Мостовой. Должен вам сказать, что 17 числа в Москве состоится концерт солистов Большого театра. Это большое мероприятие будет, и после него они садятся в поезд и приезжают к нам. А из самых таких сильных впечатлений Венера первый раз в Петрозаводске и вообще в Карелии. По-моему, толком и не знает, где она находится. Больше всего меня поразило ее выступление. Одно из самых последних в ее карьере – это выступление в Лондоне, в Альберт-Холле. При истечении 6 тысяч зрителей она исполняла классическую музыку, которую сопровождают фильмы, сделанные в Голливуде. Я могу сказать, что это заслуживает вашего внимания. Это кад-опера Ария. Это из-за секвенса, в которой новостей-могул посещает его талантливейшая женщина по-проводству. Но нет ничего талантливого о том, что сегодняшний солист. Это благословительный сопрано Венера Гемодиева. Играет музыка 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 Играет музыка